Приветствую вас! Нет, конечно, то, что с вами происходит, не является нормальным, хотя бы потому, что вы чувствуете себя плохо, хотя бы потому, что вы чувствуете негатив, который на вас влияет, хотя бы потому, что вы чувствуете вред от себя. Так что я думаю, что нет, это не нормально. А вам свою проблему решить никак, то есть вы свою проблему сами не решите, это невозможно. Именно вы сами, да, свою проблему решить не в силах, потому что вы находитесь в плену своего шаблона поведения. Понимаете? Какая история. Вот. И вы сами никак не сможете из него выйти. Вот. Понимаете? Какая история. Поэтому здесь на самом деле вам нужно обращаться исключительно только к психологу. Вот. Извязательно к психологу. Перед этим можно обратиться, в принципе, к врачу. Вот. Вот. Психотерапевту, психиатру, клиническому психологу, чтобы он вам, ну, выписал, чтобы он вам выписал соответствующие лекарства. Возможно, такие они будут поддерживающие. Вот. Вот. И, собственно, через эти поддерживающие препараты вы сможете получить необходимое средство для того, чтобы, значит, заняться психотерапией. Вот. Вот. И, соответственно, уже после этого что-то для себя получить. То есть, тут только такая вот история, да, а по-другому на самом деле не получится. Что это вы по-другому не сможете делать. Никак. Ничего. И в всём желании. Вот. Понимаете? В чём дело? Вот. Вот. То есть, план действий он примерно вот такой. План действий. Именно план действий. Именно план действий он такой. А, значит, соответственно, если вас не устраивает, если вы хотите, например, чего-то другого, да, то тут уже можно рассмотреть варианты, конечно же. Вот. Ну, а пока только так. У нас вот, соответственно, надо смотреть, м-м-м-м. Так. По описанию я типичный невротик. А, вот. Знаете, мне не нравится, когда люди называют себя так, как вы. То есть, что значит типичный невротик? Не бывает двух одинаковых невротиков. Вот вообще не бывает. У каждого человека по-своему проявляются его проблемы. У каждого человека по-своему развиваются его сложности. У каждого человека это всё происходит по-своему. Двух одинаковых невротиков нет и быть не может, в принципе. Понятно. Вот. Поэтому вы не типичный невротик. Как бы там ни было. Ну да. Да. Это всё, что вы описываете, это такой достаточно серьёзный негативный родительский сценарий. Вот. Но всё это можно откорректировать при вашем желании. Всё это можно откорректировать, со всем этим можно и нужно работать. И вы увидите, что если понять нечего работать, вы увидите результат. Вот. Ну что, смотрите. Так. Чувство тревожности, да, это, соответственно, игнорирование своих чувств. Вообще. Вот это вы игнорируете себя. Ну, свои чувства вы игнорируете. Тревожность тревожность, это игнорирование своих эмоций. Вот. По факту. Вот. Именно тревожно. То, что я сейчас говорю, значит, конкретно о том, что означает ваше состояние, что оно значит. Вот. Я не говорю сейчас о более каких-то глубоких аспектах. Вот. Но тревожность, это всегда, всегда. Игнорирование своих чувств. Игнорирование своих желаний. Вот. Занесенная самооценка, это, соответственно, интроакция. То есть, стрековое принятие некоторых, так сказать, аспектов информации, вот. Что поступает, вам извиня. Вот. Тут, конечно, тоже можно и нужно разбираться. Вот. Как, почему, у вас, такая история происходит. Ну и, соответственно, так далее. Вот все это реально. Так, навязчивые мысли. А, высокая плаксивость, соответственно, компенсация невыраженности чувств. Навязчивые мысли. Конфликт. Желаний. Ваших желаний. И, запретов. Вот. То есть, с одной стороны, имеет место, имеет место быть, желание. Вот. То есть, потребность. В чем-либо. Вот. А, с другой стороны, имеет место быть запрет. Вот. Ну, ваш же запрет. То есть, запрет, ааа. Как бы, вы себе сами запрещаете что-то делать. Офиген. Навязчивые мысли. Самые все, ну, мысли становятся навязчивыми, когда не удовлетворяются потребности. Ну, а здесь, соответственно, очевидно, что вы, ну, очевидно, что вы не удовлетворены. Дальше, раздражительность, да, это, соответственно, неуверенность в себе. Депрессивность, пессимистичные настроения – это превалирование родительских установок, то есть превалирование и доминирование оценочных суждений в ваших мыслях. Вот, всё плохо, всё должно быть, всё должно быть плохо, вот, ну и так далее. Это, вот, может, такие доминирующие родительские суждения. Вот. И как следствие, конечно же, как следствие – это подавление своих желаний. Вот, всё это, всё это идёт из, в общем-то, подавления своих желаний. То есть вы твои желания подавляете. Дальше. Дальше идём. Так, значит, ощущение бесходности, вещи приносили приносить реальность, это вот, перестали приносить реальность, это вот всё правильно. Высокая чувствительность к стрессам. Значит, ну, здесь, соответственно, скорее можно говорить об уязвимостях. А, значит, ваши, то есть, ну, именно уязвимостях, как такова, у вас, то есть вы чувствуете себя уязвимым, чересчур. Вот. Ну и понятно, что у этого тоже есть свои причины. Вот, если есть причины, по которым вы чувствуете себя уязвимо. Вот. И, соответственно, стрессы, они оживляют мысли, которые у вас есть, ну, о себе. То есть у вас есть какие-то, какие-то мысли, вот, негативные. И стресс, стресс. Эти мы, эти мысли, как бы, запускают. Вот. Вот. Это вот работает именно, именно так. Да, поэтому, поэтому вы столь уязвимы к стрессу. Вот. То есть они вас задевают. Стресс. С этим, а, так же, можно, можно работать. Психологическая подготовка, стрессоустойчивость, повышение, точнее, стрессоустойчивость. Все это реально, все это вполне реально. Дальше. Так. Я не могу, э, мысли о суициде, это, соответственно, э, желание смерти, подспутное желание смерти вашими родителями вам. Я не могу сидеть на месте, постоянно дергаю ногами, э, в покое, или просто мое тело все-таки движение. Ну, это, соответственно, отреагирование. Я так полагаю, что это отреагирование. Вы пытаетесь, э, вы пытаетесь отреагировать свои подавленные, подавленные чувства вот таким образом, вот, как я думал. И поэтому постоянно находитесь в, ну, в движении, постоянно находитесь в, э, в каком-то отреагировании, вот. Соответственно, если свои чувства вы будете выражать несколько, лучше, да, если вы будете выражать, например, ну, допустим, в, э, реальном времени, что-то свои чувства, вот, то я думаю, что ситуация нормализуется, нормализуется вам не нужно будет, э, вы не будете испытывать потребностей такой. Ну, вот, то есть вы будете, э, более, э, целенаправленно использовать свою энергию, э, свою энергию, вот. А пока, да, пока эта история вот именно такая. Дальше, так, э, э, ну, здесь в последнее время это замечательная страница от людей, и подавляющее большинство людей вызывает у меня лишь от прощения и агрессию. Ну, здесь, э, я полагаю, э, многое связано с тем, как вы людей воспринимаете, вот. То есть если вы воспринимаете людей, э, в качестве сравнения, э, с собой, да, то есть как источников, э, как, как конкурентов, например, вот, а скорее всего я так вот думаю, что именно так вы их и воспринимаете как, как конкурент, конкурентов, я так вот сильно подозреваю, вот, что все, что вы испытываете, это нормально, что это все опять же отреагировали на ваших собственных чувств, вот, ну, грубо говоря, то есть что это значит, да, вот, допустим, вы чувствуете себя, ну, например, неуверенным, неуверенным в себе, вот, и вы знаете, что вы в себе неуверен, но вы пытаетесь от этого убежать, вот, ну, с всего ряда причин, или, например, есть запрет на то, чтобы перестать, э, быть неуверенным в себе и начать, э, ну, соответственно, что-то, что-то делать, вот, и когда в таких случаях вы видите других людей, и вот эти чувства, которые были вами ранее подавлены, да, они просто дают о себе, о себе знать, вот, и все, соответственно, вот, поэтому я думаю, что это нормально, вот, в данном случае. То есть это процесс такой, вполне естественный, но это не означает, что, что с вами происходит, это хорошо. Вот, вот, вы не путайте, пожалуйста, эти, эти вещи, да, там все, одно с другим, ну, не связано, одно с другим не связано никак, вот. Если бы не эти все реакции, то, я думаю, вам было бы еще хуже, вот, потому что вам было бы еще тяжелее. Дальше, э, так, значит, иногда бывают приступы, при которых у меня сильное отчаяние, безнадега, безъявность на двух причин, с неприятными отношениями в области грудины. Так, ну, это психотоматика, ее можно снимать с препаратами, в частности, и аудогрессом, то есть это, опять же, негатив по отношению к себе, неприятие к себе, вот. Могу влечься работой до позднего вечера, потому что навязчивая мысль о том, что нужно что-то сделать. Вот, э, это так же, надлежит разобраться, вот, потому что навязчивые мысли, они, беру, беру, ниоткуда не появляются. Навязчивые мысли, э, всегда есть, э, скажем так, всегда есть причины, вот. И в вашем случае они тоже есть эти причины, вот. Их так же можно, можно и нужно определить, вот. Понятно, да, о чем идет речь? Дальше, идем. Так, хотя в этот момент, думаю, допустим, доработок сложно уснуть, беспокойно, окружится мысль о работе. Ну, это, это, я так вот думаю, да, что здесь вы просто проигрываете те посылы, которые дали вам родителям. Вот, я так думаю. То есть, если вы и в детстве вот слышали, да, такие вещи, что, ты должен, ты обязан, там и так далее, то, чему удивляться, что у вас такая вот реакция на это. Удивляться, к сожалению, не приходится. Вот, все это корректируется, все это раскрывается, все это разбирается, вот. Вот, но для этого нужно работать, это не один день процесс, вот. Поэтому, если готовы, вот, то выбирайте себе психолога, нет, даже не так, даже не так. А, сначала, сначала, вы обратитесь к врачу, вот, Путин вам выписет, эм, лекарство. Вот, ну, соответственно, вот, да, дальше уже будет видно, что вам, ну, что вам нужно, зависит от вашего состояния. Вот, самое главное, если у вас серьезное состояние, то вполне возможно, эээ, что работа может, эм, не принести, не принести результата. Вот, а если мы хотим, чтобы все-таки эффект был, да, если мы хотим, чтобы эффект был, то, что нужно сделать правильно. Поэтому, смотрите, эээ, выбирайте, обращайтесь, исследуйте, вот. И результат, он, так или иначе, всегда себя не доставит, не доставит. Вот, в принципе, то, что можно вам ответить на ваш запрос, на ваш такой текст. Вот, вы, в принципе, правильно сделали, что обратились к специалистам. Вот, я думаю, что вы сделали первый шаг, правда, это только первый шаг. Вот, еще нужно, соответственно, просто продолжить теперь эту линию. Ну, я думаю, что это уже дело техники. Ого, вот. А, вот, в принципе, эээ, значит, так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.